В Москве подвели итоги всероссийского конкурса «Судья года», который проводится Российским объединением судей. Одним из лауреатов стал председатель судебной коллегии по административным делам Тверского областного суда Борис Райкис. Ирина Синягина записала интервью с победителем. Несколько бесед на тему юриспруденции зародили у Бориса Райкиса в юном возрасте большой интерес к этой сфере. Сразу после службы в армии он решил, что пойдет учиться исключительно на юридический. После окончания вуза устроился на работу в адвокатуру Архангельска. Спустя пару месяцев ему поступило предложение избраться в Ломоносовский народный суд этого же города. Тогда судьи избирались населением. Я прошел эту процедуру, прошел выборы успешно и, соответственно, был избран народным судьей Ломоносовского районного суда города Архангельска. Случилось это 22 июня 1987 года, как раз в мой день рождения. Поэтому с тех пор дата дня рождения и избрания судьей идут по жизни вместе. На сегодняшний день стаж Бориса Райкиса в должности судей превышает 32 года. Из них судьей Тверского областного суда он является 25 лет. Работа это дело его жизни, рассказывает председатель судебной коллегии по административным делам Тверского областного суда. Борис Райкис дал советы начинающим свой путь юристам, адвокатам и судьям. Всегда есть две стороны, которые спорят между собой. Ты находишься посередине, поэтому нужно обладать определенной выдержкой. Нужно обладать, безусловно, хорошими знаниями законодательства. Ну и, как говорили мои учителя в свое время в институте, хороший юрист не может знать все. Но он должен знать, где найти ответ на сложные вопросы. Борис Райкис и не знал, что был номинирован в конкурсе «Судья года». Его кандидатуру на участие в федеральном проекте представило Тверское отделение Российского объединения судей. Собственно, о своем участии он узнал лишь тогда, когда его пригласили на официальное вручение высокого титула «Судья года». Я стал вторым судьей из Тверской губернии, который удостоен этого высокого звания, этой высокой чести. Не скрою, что, конечно, приятно признание коллег, причем на федеральном уровне. Но, на мой взгляд, это говорит все-таки о том, что в Тверской области правосудие вершится на надлежащем уровне. И это, в общем-то, признание не только моих заслуг, но и заслуг моих коллег, с которыми вместе приходится работать. Потому что работа по правлению правосудия – это всегда коллективный труд. Но это лишь лирическое отступление. Впереди уголовные и административные дела, большой труд которой является делом всей жизни для Бориса Райкиса.